Музыка Привет всем гостям и постоянным зрителям канала Лариса Косметолог Сегодня уже третий по счету мой выпуск видео о пустых баночках Две предыдущие части, в которых я рассказывала о своих так называемых взрослых пустых баночках Те, которые мне понравились, которые я буду повторять И те, которые мне по каким-то причинам не понравились И которые я не планирую больше покупать Эти видео уже вышли на моем канале Ссылочки я обязательно оставлю вам в подсказках и внизу в описании под видео После просмотра этого видео обязательно переходите к просмотру предыдущих частей видео о пустых баночках А в этой третьей части я поговорю вам по традиции уже о детских пустых баночках Первое средство из детских пустых баночек, которые я хотела бы вам показать Это такой спрей для промывания носа Мягкий душ Аквалор Бэйби Я этим средством пользовалась, наверное, больше, чем полгода Хотя была уверена, что она закончится быстро Так как дает достаточно большой такой струящийся напор воды Стерильной морской воды Если тут еще что-то осталось, я попробую нажать Вот, может быть вы заметили, даже вот остаточками что-то выходит Вот такие вот капельки водички Всем молодым мамам рекомендую Я начала пользоваться им уже после того, как моему ребенку исполнился годик Но по инструкции можно его и для более младших деток использовать И в положении лежа его можно, и в положении сидя Вот в последнее время у меня сыночек совершенно не любит закапывать нос каплями Какими бы то ни было А этот спрей переносит обычно хорошо И даже иногда играясь, пытается прыснуть его мне в носик Как я уже сказала, несмотря на то, что дает большой напор воды Он очень хорошо очищает носик и хватает его надолго Но все-таки для тех деток, которые не умеют сморкаться Я бы рекомендовала после орошения носа данным спреем Использовать аспиратор К примеру, от фирмы Атеревин Очень удобный аспиратор И отсасывать слизь и содержимое из полости носа ребенка Для деток постарше, которые умеют сморкаться Просто после использования этого спрея советую посморкаться Также хорошо его использовать перед выходом на прогулку В случае, если, например, вы планируете поход в поликлинику Или в торговый центр То есть, вместо большого скопления людей Которые, возможно, могут быть заражены Какими-нибудь вирусными инфекциями И быть источником их распространения Так как за счет этой морской водички Реснички слизистой носа Лучше выполняют свою мерцательную функцию Лучше избавляются от пыли И частиц различных вирусов и бактерий Так что, очень советую Такое классное средство Я уже купила ему замену Мы пользуемся ей уже несколько месяцев Еще из гигиены малыша Я бы хотела показать щеточку от Рокс Рокс Бэйби Это уже наша вторая или третья щеточка С экстра мягкой щетинкой Я не могу сказать, что ребенок пока беспрекословно слушается И ждет, пока я ему по всем правилам почищу зубки Но мы все-таки стараемся минимум один раз в день вечером Иногда, как положено, и два раза в день Чистить зубки Чищу я их пастой Веледа Но это просто нескончаемая зубная паста Не знаю даже, когда она попадет в мои пустые баночки А вот щетки мы все-таки, как положено, раз в несколько месяцев меняем При том, что ребенок нередко ими играет Начинает жевать И тогда они уже просто выглядят неэстетично Так вот, достаточно недорого стоят щетки от Рокс Вот более дорогая версия стоит примерно 130 рублей У них есть еще версия подешевле за 100-110 рублей Большой разницы между ними я не заметила Так что можете брать любую, какая вам приглянется Ручка у нее тоже удобная Для того, чтобы малыш сам мог ее держать И даже он ее может использовать в качестве прорезывателя Так как она такая плотненькая, приятная пластиковая ручка Саму щетку я уже выбросила Поэтому показываю вам вместо нее ее упаковку Надеюсь, вы не обидитесь Дальше я бы хотела показать солнцезащитный крем Малыш в тени SPF 50+, от Гарниер Конечно же, это не натуральная косметика Это косметика масс-маркет В составе тут, кроме физических факторов Таких как оксид цинка Есть еще некоторые химические факторы Родители не всех деток, возможно, согласятся таким кремом Мазать малыша Я своего малыша с возраста 6 месяцев Мазала таким кремом Предыдущим летом Также мазала этим кремом этим летом В том числе на море Мой малыш ни разу не сгорел Хотя не могу сказать, что у него суперчувствительная к солнцу кожа, как у меня Но все-таки Он еще маленький И обычно он ходит у меня в головном уборе летом Но ручки, личико я обычно всегда мазала этим кремом Ребенок при этом загорел немного Но ни разу не обгорел Также, если вы ежедневно вечером купаете малыша Под душем или в ванночке Вы наверняка полностью смываете уже остатки этого крема И никакой закупорки пор тоже не произойдет Но могу вам сказать, что я уже по отзывам некоторых мамочек Которые предпочитают исключительно органическую и натуральную косметику Заказала один такой органический крем сайта iHerb Скоро он должен мне прийти Будем его тоже тестировать обязательно Там в составе только натуральные растительные масла В качестве основного солнцезащитного фильтра Служит оксид цинка Буду сравнивать И в случае, если тот крем окажется лучше Хотя этот все-таки раза в 2-3 дешевле, чем органический Перейду на органический Так как расход на моего малыша небольшой И мне для него будет не жалко Но повторюсь, кто не имеет возможности заказать органическую косметику И просто хочет хорошему средству доверить своего малыша в защите от солнца Этот крем вполне справляется со своей задачей Так, дальше я бы хотела показать вот такую пенку для подмывания малыша от фирмы BabyLine Переднюю наклейку у нас уже малыш содрал Пенка очень хорошая Тут большая упаковка И хватать ее надолго Я использовала ее не только для подмывания малыша Но и просто для купания полностью Даже в поездке на море я мыла голову этим средством своему малышу И он остался доволен Иногда себе использовала вместо геля для душа Но это средство было просто нескончаемым Очень такой экономичный расход Единственный минус Вот у данной упаковки В какой-то момент ребенок с ней много игрался Испортился вот этот дозатор И средство с него очень мало выходило Но я не растерялась Перелила его в упаковочку своего средства Для умывания Это пенка для умывания с нанятием макияжа от доктор Санте И вот даже в данный момент Как раз допользую остаточки данной пенки В той упаковке Тоже очень удобно Повторюсь Средство хорошее Единственное Немножечко минус вот этой упаковки Которая у меня быстро вышла из строя Детское крем мыло От Ушастый нянь Я покупаю уже не в первый раз Я считаю его достаточно доступным И при этом неплохим детским мылом Я напомню, что я не мою личико ребенку Не мою также все тело ребенку данным мылом Я в основном таким мылом ребенка подмываю После похода в туалет по большому Также мою ему ручки таким мылом И стираю некоторые детские вещи Иногда свои руки тоже мою этим мылом Поэтому для выше приведенных целей Данное мыло Хотя оно и содержит содиум, лаурет, сульфат На втором месте Оно подходит нам У нас раздражение не вызывало Так что вполне себе неплохое Бюджетное детское мыло Что могу сказать я также и о средстве Пятновыводителей детском Ушастый нянь Мне его хватило надолго Так как я не в каждую стирку его использовала А добавляла к стиральному порошку В том случае, если какие-то были застарелые Или трудновыводимые пятна Он неплохо справлялся Его даже можно использовать для стиральной машины И для ручной стирки Стоит недорого Так что присмотритесь Если вы еще не пользовались им Безопасное средство для уборки детских помещений От фирмы BabyLine Это было мое первое средство из подобной серии После него я еще покупала средство от фирмы Наша няня Что могу сказать Плюс этого в том, что он меньше пахнет А так подействует, что наша мама Что BabyLine одинаковая Но это просто какой-то злой урок Ну и у еще одного моего средства от BabyLine Вышла из строя упаковка Именно вот этот вот пульверизатор Возможно опять-таки Потому что малыш его когда-то уронил Но я так и не заметила В общем оно не брызгало Я опять-таки его перелила в средство такое С распылителем от FixPrice И там уже немножечко на дне осталось Я его тоже допользую Параллельно с нашей мамой Но средство хорошее Единственное, с упаковками как-то мне не везет И теперь я хотела быстренько пробежаться По целому вороху упаковок От детских подгузников И детских влажных салфеток Начну с влажных салфеток Так как их поменьше Это влажные салфетки от Faberlic Для детей от возраста 3 лет Но я его использовала малышу Для протирания ручек На прогулке вполне себе хороший Раньше я почти всегда покупала Вот такие влажные детские салфетки От Pampers Из серии Fresh Clean Они выглядели вот так Мне их аромат, хотя достаточно сильно Все-таки нравился И я постоянно возвращалась К покупке этих салфеток Последний раз в детском мире Я купила спайку из двух упаковок Тоже салфеток Fresh Clean Но у них уже, как вы заметили Изменилась упаковка К сожалению, изменилась не только упаковка Но и отдушка И теперь она стала пахнуть Как-то более резко для меня Поэтому я уже стала искать Какие-то им альтернативы И в самый последний раз Купила уже Pampers Sensitive На них шла акция У тех еще запах поприятнее У этих просто очень сильно запах Я, конечно же, скорее всего Буду их вновь покупать Просто от безысходности Если не будет других хороших салфеток Так как пропитка И сам материал салфеток У Pampers мне очень нравится Но вот почему стоило менять упаковку А вместе с ней запах Вот с этой на эту Я честно просто не понимаю Зачем хорошее делать чем-то менее хорошим Так, теперь хотела показать Вот такие вот подгузники-трусики Фирмы Baby Care Они продаются в магазинах Sangue Stile Я в тот раз по акции купила Две упаковки 19 штук Размер пятерочка Junior 12-18 кг Не помню за какую сумму Но в пересчете на один подгузник Это было примерно 20 или 22 рубля за подгузник Трусики А для трусиков эта цена, я считаю, недорогая В отличие от Libra Которую я покажу позже Baby Care оказались немножечко большими мерками И поэтому одну упаковку мы использовали Сразу вторую отложили Так как ребенок еще у меня не весит 12 кг И как-то в области поиска Они немножко свободные Они ни разу не протекали Но все-таки оказались немножко нам велики Поэтому я им сейчас не пользуюсь Но могу сказать, что как бы для дешевеньких таких трусиков Просто для того, чтобы днем их носить На прогулку или дома Они вполне себе неплохие Хотя Pampers мне нравится больше Это три упаковки по 28 штук Трусиков Libra Up & Go Мы уже носим Libra шестерки И они, наверное, по размеру меньше, чем вот эти пятерки Вот Эти шестерки нам нравятся Мы их периодически берем Когда на них какие-то есть акции Или скидки в магазине Сангестиль Или по пятницам Там у них обычно скидки около 20% Бывают неплохие трусики Но мы их носим вот до днем Когда ребенок не очень долго находится В таком подгузнике На ночь я одеваю только Pampers Кстати, мы вот подошли к подгузникам Pampers Как видно, по количеству пакетов Их я все-таки использую чаще всего И беру у них две версии Или это Pampers Active Baby Которые мы носим обычно днем Это в зеленой упаковке Или Pampers Premium Care В белой упаковке Которые подороже Самые мягкие Мы их носим ночью Потому что ночью в большинстве случаев Я подгузник ребенку не меняю Но он уже стал ходить в туалет реже Иногда только под самое утро писает Поэтому для тех мам, которые там будут в шоке Что я целую ночь ребенка в одном подгузнике держу Можете не волноваться Ни разу у нас из-за этого прелости не было Но возможно нам повезло Что кожа у малыша не супер чувствительная Как у некоторых деток Но все-таки Где-то с возраста 9-12 месяцев Чаще всего на целую ночь У нас один подгузник Пару раз у нас было даже Такое, что за всю ночь Ребенок ни разу не пописал в подгузник Была большая радость Но так бывает не каждую ночь Начну с Pampers Premium Care Трусики Если я вижу на Pampers Premium Care Скидку То я их обычно покупаю Я могу их носить и днем Но так как они более дорогие А днем я долго не одеваю на ребенка подгузник Я их чаще всего ношу ночью Но ночью мне хватает Вместо трусиков Обычных классических подгузников Pampers Premium Care Которые я стараюсь по возможности Покупать в больших картонных упаковках Они так обходятся дешевле И вот, соответственно Внутри этих упаковок Вот такие пакеты Памперсы Все памперсы мы сейчас носим в размер пятерку И нам этого размера достаточно Самый большой расход у нас все-таки на трусики Pampers Active Baby Вот в таких вот упаковках мы их берем 12-18 кг Размер 5 Тоже чаще всего это вот большие эти коробки Где в наборе у нас много штук 96 штук А в одном таком пакете 48 штук В среднем они стоят около 2000 в детском мире Иногда бывает скидка Можно где-то за 1800 или даже за 1700 их купить Тогда я просто беру с удовольствием Если есть возможность даже больше чем одну упаковку Если нет возможности, беру и более маленькие пачки Смотрю, как выгоднее по цене Постскриптум Итак, не пугайтесь Но я с удовольствием выбрасываю вот этот большой мешок с мусором Обо всем с вами отчиталась Надеюсь, вам это видео оказалось полезным Я показала вам все пустые баночки своего ребенка Как видите, я все эти продукты похвалила И даже снимать отдельное видео с того, что мне не понравилось Детских покупок мне просто не пришлось Надеюсь, вам это видео будет чем-то интересным и полезным Если так, то поддержите меня пальчиком вверх Пишите внизу под видео комментарии С удовольствием на них отвечу Обязательно проходите к просмотру других моих видео о пустых баночках Если вы их еще не смотрели Также не забудьте подписаться на мой канал Нажав на вот этот круглый значок Который появится в данном углу экрана Всех люблю, целую, пока И до встречи в новых видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok